Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня в США день благодарения, поэтому в целом мы не рассчитываем на какую-то серьезную волатильность на финансовых рынках, хотя все может быть. Но если руководствоваться классическим рыночным поведением, то да, все основные релизы, они уже в прошлом, в рамках этой недели, и нам нужно спокойно завершать эту пятидневку и готовиться уже к отчетам и событиям следующей недели, о которых мы, соответственно, поговорим уже со следующего понедельника. Сегодня из релизов, на которые стоит обратить внимание, это, соответственно, статистика не американского происхождения, это данные из еврозоны, в частности в 9.00 по GMT. Будем анализировать индексы активности производственного сектора еврозоны. Далее в 9.30 аналогичная статистика по английской экономике, активность в производственном секторе, активность в сфере услуг. В целом также можно добавить, что, учитывая, что будет два сектора, сразу же статистика по ним, композитный индекс также удастся подсчитать. И под закрытие текущей торговой сессии в 23.50 данные по инфляции в Японии. Вот на этот отчет нужно будет обратить внимание. Да, поздновато, конечно же, завтра мы вернемся к нему, подведем итоги. Но сегодня, заранее перед этим релизом, хочу предложить вам одну торговую рекомендацию, сделку. А вы уже решайте, друзья, будете ли вы в ней участвовать. Давайте по основным финансовым инструментам пробежимся. Что у нас на данный момент? По индексу доллара 103.60 видим развитие прежнего нисходящего тренда. Я полагаю то, что в конечном счете индекс доллара уйдет на более низкие уровни. Ранее приводил уже экспертную оценку аналитиков Сити, которые считают, что при устойчивом нисходящем тренде на рынке доходности американских облигаций доллар действительно будет аутсайдером. Ну, нужны дополнительные катализаторы, какие-то триггеры, которые смогут обеспечить дополнительное снижение этого инструмента. И каждый фундаментальный макроэкономический отчет – это, конечно же, основа для потенциальной, для развития такой динамики. В рамках этой недели у нас были данные по продажам домов на авторичном рынке недвижимости в США. И здесь статистика очень плохая. Снижение в месячном выражении на 4,1%. Причем статистика двухмесячной давности, она также подсвечивала нам снижение на 2,2%. Как ни крути, но высокие процентные ставки, очевидно, негативным образом влияют на рынок недвижимости. И если мы перейдем в плоскость фактических продаж домов в единицах, то, к сожалению, цифры будут совсем не радужные. Сейчас минимальные показатели по продажам с 2010 года. Ну, выводы можете делать сами. Самый очевидный вывод заключается в том, что высокие процентные ставки сдерживают ипотечный рынок недвижимости. Также на этой неделе вышли протоколы последнего заседания американского регулятора. Они не оказали какого-то значимого эффекта на рыночное настроение, потому что мы понимаем, что содержащаяся в них информация, она немного устарела, потому что это все-таки итоги тезиса заседания, которая состоялась почти месяц назад. С тех пор вышел отчет по инфляции, и он уже все изменил в плане рыночных настроений и подсветил очевидные условия для руководства американского регулятора, которые позволят им пересмотреть свою точку зрения и признать то, что снижение инфляции все-таки стало более-менее устойчивым трендом, что предполагает адаптивный подход регулятора к этим экономическим условиям и потенциальное смягчение экономической политики. О снижении ставки мы пока не говорим, хотя на рынке все чаще сейчас берутся за эту тему и спекулируют на сроках, когда же это второй квартал, либо все-таки первый. Мы тоже этим займемся, но чуть позже. Пока что нужно просто придерживаться позиции того, что ФРС более не будет ужесточать монетарную политику, и нам нужно дождаться выступления главы американского регулятора Джерома Паула, чтобы он конкретно уже подсветил, прояснил планы Федрезерва касательно будущих действий. Вчерашние данные, на которые мы ориентировались по США, заказы на товары длительного пользования, минус 5,4 процента. Снижение прогнозов был минус 3,1 процента. Немного вот этот негативный эффект от заказов нейтрализовали данные по заявкам на первичные пособия по безработице. Фактически их прирост составил 209 тысяч. Это в зоне, скажем, уровень соответствует зоне, который мы интерпретируем как не совсем плохие цифры. Или в целом даже статистика, которая указывает на какое-то улучшение ситуации на рынке труда. Но это опять же один релиз. В целом у нас тенденция по первичным заявкам за последние два месяца растущая. И я думаю, что те значения, которых мы касались на прошлой неделе, в 230 тысяч, это уже более-менее новая реальность, к которой нужно привыкать. В целом по доллару настроение у меня по-прежнему медвежье. Я рассчитываю на дальнейшее снижение. Фундаментальный фон этому пока располагает. Золото 1994 доллара за трое с консу. Многократные тесты сопротивления 2000 доказывают то, что рынок прям хочет обосноваться там. И я думаю, что это произойдет уже в самой ближайшей торговой сессии. Рыночный сантимент. По-прежнему толпа находится в продажах. Десятилетние облигации снижаются. 4,39% текущих показателей доходности. Восстанавливается, кстати, корреляция между золотом и движениями американского доллара. Если год назад мы смотрели на этот уровень корреляции где-то в районе 0,95, то вот за последние полгода эта корреляция несколько изменилась. И я думаю, вы помните, очень часто были движения на рынке, когда золото и доллар одновременно росли и падали. И это было странно. Сейчас корреляция постепенно восстанавливается и уже соответствует коэффициенту 0,7. То есть очень скоро, если она вернется к отметке 0,8-0,9, мы будем по доллару определять движение золота. И если я только что обозначил прогноз снижения курса американской валюты, то, конечно же, золото будет получать идеальную стоимость для того, чтобы оказаться выше. По другим инструментам европейскую валюту по-прежнему не трогаем. Котировки 1,09. Но, учитывая потенциал роста доллара 1,10, сопротивление может быть протестировано. Британская валюта пока что поддерживается риторикой руководства Англии, в частности, и премьер-министра Риша Сунка, который ранее анонсировал возможность каких-то налоговых послаблений. Сейчас рынок взбодрился комментариями главы Банка Англии Белли, который призывает участников рынка не торопиться с выводами о том, что Банк Англии больше не будет повышать лучевую процентную ставку. Но, мне кажется, это просто такой словесный шум, потому что Банк Англии не будет больше повышать процентную ставку. Глава Минфина Англии Джереми Ханта также вчера с докладом озвучил довольно оптимистичные прогнозы по экономическому росту. В частности, в этом году британская экономика сможет удержаться на положительной территории и покажет рост на 0,6%. Снижаются риски рецессии, причем прогнозируется, также снижение уровня государственного долга до 94% от ВВП. Но здесь стоит отметить от себя, что если такие прогнозы присутствуют, значит точно аналогию нельзя будет снижать, потому что это один из основных источников поступления доходов в бюджет. И с тем, что ранее говорил Реша Сунок, здесь уже что-то не сходится и не бьется. Ну давайте на риторику, пусть и очень важных чиновников особо внимания сейчас обращать не будем. Мы понимаем, что фунт растет, потому что ему позволяют расти, и прежде всего это позволяет делать американский доллар, который остается под давлением. Австралийцы против доллара 0,6550. Мишель Буллок, глава Резервного банка Австралии, подтвердила, что ставки, скорее всего, будут повышены. Спасибо ей, поэтому держим вонговые сделки. Доллар иена 149,16. Впереди отчет по инфляции в Японии. Я думаю, что мы увидим значение повыше, чем ожидают эксперты, и выше, чем мы видели месяц назад. И если вспомнить риторику Банка Японии о том, что мягкая экономическая политика будет сохранена ровным счетом до тех пор, пока не удастся стабилизировать инфляцию в районе 2%, получается, что смены вот этого вектора денежно-кредитной политики особо-то и не произойдет в самое ближайшее время. И пара действительно, доллар иена, активно растет. И, на мой взгляд, тест сопротивления 150 и даже движение выше является вполне сейчас оправданным сценарием дальнейшего поведения этого инструмента. И я сегодня решил перед выходом данных по инфляции все-таки рискнуть и поставить на рост с целями 150.50. Рынок нефти 81 доллар за баррель. Вчера было мощное снижение. И причина этого снижения – это решение ОПЕК перенести встречу. Ждали мы ее в эти выходные. Она теперь перенесена на следующую неделю, по-моему, на четверг. Ну, детально уже со следующей недели, с понедельника будем обсуждать перспективы будущих решений. Но рынок немного испугался. Это посеяло сомнения в том, а есть ли какая-то единая позиция у представителей ближневосточного картеля. Либо вот отсутствие компромисса, в конечном счете, не позволит им выкатить какое-то важное решение, направленное на стабилизацию рынка в целом. Я думаю, друзья, что переживать не стоит. В конечном счете, ОПЕК страны прекрасно понимают, что если они не дадут сейчас рынку бычий сигнал, нефть обвалится. Им это не нужно. Поэтому сокращение производства, продление действия добровольного ограничения на добычу – это неизбежные решения, которые будут озвучены на следующей неделе. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.